В Развилковской школе патриотическому воспитанию детей отводят особую роль. В течение года ребята участвуют в мероприятиях, которые формируют в них любовь к отчизне. Поэтому в концерте, посвященном Дню Победы, выступили почти все ученики школы. Мы говорим об этом круглый год. У нас работает школьный музей, у нас есть музейная экскурсия. И потом в этом мысли мы работаем в течение всего учебного года, не только на уроках истории, безусловно. Завтра у нас еще и вся школа, а это полторы тысячи детей с родителями, с классными руководителями, выходят на бессмертный полк. Ребята пели, танцевали, читали стихотворения и разыгрывали театрализованные номера. Выступления были разными, но все пропитаны патриотизмом. Яна Грачева удивила зрителей своей искренностью. Казалось, она проживает каждое мгновение на сцене. Я не смогу, я не умру. Если умру, стану травой, стану листвой, дымом костра, вешней землей, ранней звездой. Девочка рассказала, что ее семья ежегодно участвует в акции «Бессмертный полк». Они чтят память воинов, самоотверженно защищавших нашу родину. Представляли мы номер «Рекви». Мы показывали, как нам тяжело было в те военные дни людям. И показывали мы души умерших. Я показывала душу умершего человека, который хочет вырваться на свободу. В концерте присутствовало много тех, кто не понаслышке знает о страшных годах войны. Ветераны, друженики тыла, блокадники. В своих выступлениях ребята старались выразить им благодарность за свою жизнь. Но понимают и знают ли дети, какой на самом деле была война. Я думаю, что они не знают. Дело в том, что то, что было, это настолько все было серьезно. Очень многие мелочи, которые характеризуют и тот период, и нынешний период. Конечно, недоступны они молодому поколению. Поэтому им надо рассказывать, что мы их делаем. Во многих семьях нашей родины были участники войны, но не все знают, какой на самом деле она была. А ведь уважение к событиям тех лет начинается именно с патриотического воспитания молодого поколения. Алексей Мельников, Владимир Андрианов, Елена Кошелева. Видное ТВ.